Доброе утро, Владимир Владимирович. Доброе утро. Кто на тебя тут подкармливает? Угу. Подушечки шоколадные принесла. Смотрите, как они игрушку поставили. Как будто разговаривают между собой. Всем привет. Ой, кричат. Что, мам? Что прическу не сделала до сих пор? Прибрались у себя в комнате? Да. Он все-то один, Женя. Где на своем столе прибралась? Где-то нет. Мама не прибралась. Она до сих пор грязная. Пусть я с вами все убрала. Вот внизу все пусто, Женя. Все, молодцы, Женя. У нас сегодня пшеная каша. Блинчики вчерашние еще немножко остались. Ана, ты сахар добавляла? Чуть-чуть совсем, чуть-чуть. Еще колбаса есть. Ну, скорее всего, заходите, попросите. Каша немножко густова получилась у меня. Чувер, как они деньги? Начинается. Вам вчера папа давал. Мам, так это же за работу. Да. Вы все равно всякую дрянь покупаете, дети. Нет, я хочу на свой день рождения копить. Мы с Сашей уже посетили. Ты не докопишь? Да, коплю. Нет. Ну, хоть до 200 рублей, до 300 рублей, если бы докопить. Ну, это моя... Скажи мне. Ну, что, приятного аппетита. Я дам, но если вы не будете копить... Больше не давать. Сами сказали. Больше не будешь давать, Саша сказала, если не будем копить. В смысле больше? Больше 100 рублей и больше вообще не давать. А я не буду копить. Сами сказали, дети. Мама, больше не давать, если мы копить не будем. Да, Саша? Ну, ну все. Все зрители слышали. А я не буду копить. Ну, тебе мама давать не будет, а мы Сашей будем копить. Ну, ладно. Все, давайте кушать. Нет. Вот так надо тихонечко дать. У нас сегодня была перепись населения. Я помню, смотрела, не помню кого, где-то в ТикТоке. Да, это ТикТок. Ну да, там говорили, что спрашивают о доходах, спрашивают, там, если у вас есть, на что живете, там, много вопросов. А у меня вообще ничего не спросили. Спросили только, сколько детей, образований, где родились, дом. Зачитала. Вот она, вот она, вот она красотуля. Мама, покажи мне ее. Привет, внученька. Мама, покажи мне. О, Сафика. Привет, Сафика. Привет. А что ты говоришь-то? Мне скамками кажется. Хасанька, ну что, у меня нет скамками. Я вчера вечером чужу видео, смотрю, короче, ваше. Телефон, я не могу сэшн играть. Она, короче, тело, услышала, припросла, как, давай вещать. Ага. Ты соскучилась уже? Ну что, я мама привезет, обещала. Внученьку обещала мама привезти гости. Уже давно не было? Все соскучились? Ладно, доченька, я тебе потом позвоню. Мама, мандарины полезли, ухом есть? Да. Потом, внученька, поговорим, а то мы кушаем тут. Да, сидит. А у меня, ну, у меня тут просто я, я любила нянька. Да? Да. Нянька любила нянька. Ну, извините, я что-то сделаю, дядя. Давай, ешь. Ладно, я что-то любимая нянька. И мне, а ты мама. У меня мама, а теперь и кебаба. Спасибо, я нравилась. Я даже не. Хорошо. Хорошо. Я же вы на меня так смотрите, у меня вообще все. А мы просто ложь-то съем что-то. Ну, молодец, нарочусь. Я же в воздухе мандаринка съела. На самом деле Женька так мало ест, у нее завтрак всегда остается. Вечером они чай пьют, Женька редко когда пьет. Я вообще его не пью. Она ложится спать. Девчонки вчера тут полчаса что-то, что-то ели. А Женя уже спит. Она у нас жаворонок. А что за это жаворонок? Люди, которые рано ложатся спать жаворонки, а которые поздно, это Саша у нас, она собака. Женя уже час как спит, Саша тут туда-сюда, туда-сюда. Что-то ходит, ходит. Папа тут что-то разговаривали, тут разговаривали вечером. Мы планировали на сегодня много-много сделать. Да, ты, Саша? Что планировали? А я расскажу вам. Фронт работы они тут планировали. Сейчас ночь. А все хорошие вызовы? В девять я маму бегла. Саша, скажи, великие полководцы всегда... Мама, 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 в 11 часов легла. В полдвенадцатого почти. Зажали? В полдвенадцатого? Да. Я уже спала во всем. Я уже спать. Я чай, в два. Вечером не люблю спать, а утром люблю. Молодцы. Кукурцы. Так, точеньки. О, что ты мне сказала? Окурец. Все, кушайте. Я очень плавлю. Так у нас завтраки проходят. Мама, я кто? А я кто? Ты умница, красавица. Кто? Я кто? Смотри, какая тоненькая. Все, кушайте, кушайте. У меня сегодня будет куриные растребки. Немножко крупновато нарезала. Ну, пойдет. В общем, макароны отварю, потому что у меня еще есть картошка жареная и супа. Супа, правда, немного. Хорошо у нас едят все суп, но Томи хватит. Саша с Женечкой читают о том, чтобы им не мешало, занимается пазлами. Да, сейчас вот они закончат и пойдут на улицу гулять. С Женечкой и туда, и туда, и туда. Да, молодец. Завнимайся, чтобы не мешать детям. Мои запасы тут стоят. Знаете, хотела спросить. У нас, я смотрю, очень многие, кто смотрит с Краснодара, с Краснодарского края. У нас уже прохладные. Я бы, знаете, купила в запас там рис, гречку, макароны, сахар, муку. Ну, не знаю, куда поехать. Поэтому, хотелось бы, конечно, спросить у наших зрителей. Тут у меня чеснок, приправы для рыбы почему-то. Ну, в общем, немножко у нас, конечно, запасов. Ну, а картошки у нас, 4 мешка, лежит там в подполе. О, в гараже. Хотя у нас есть еще и погреб. Ой, Тая, вы все грязные, а, Тая. Вот валяется, конечно, все грязные. Сейчас тоже стирку поставлю. Брюки мои все высохли. Вот этот Плюшкина. Соседи отдали, он притащил. Я говорю, тебе зачем? Ой, беда с ним. С ним Вася тащит все подряд. Малину, он хочет ее порубить на вот этом. И в мешки и сложить, чтобы там коптить что-нибудь и еще. Вот я, знаете, вышла в одной тунике. И у нас нормально. Вася тут прибирает потихоньку. Вот эту вот кучу надо убрать отсюда. Она меня так напрягает. Кто-то первый вывалил остатки. Вот так они и лежат. Ой. Заканчивает Вася уже с малиной. Вот Вася говорит, вот на этой малине, ремонантной или как она называется? Вот на ней болячек не было. Она чистенькая, аккуратненькая вся. Видите, как вот он выглядит. А вот на той, как будто как раковые шишки вот такие. С какими-то болячками. Видите, как вот аккуратненько становится. Какой папка у нас молодец. А это что за куст у нас такой? А, точно. Вот он даже, он видать, еще лежит. Вася мне постоянно приволокет. Одна я его ем. Он каждый раз мне его притаскивает. Не грози мои ноги. Вот такая красота. Местные пишут, что тут всю зиму можно работать. Так что папка тебе не скучно будет. Работай всю зиму. Да. На малину не выкидываем. Мы листики уберем. Порубим мелко через этот аппарат. Потом рыбу коптить будем. Да. Рыбу еще надо поймать. Да. Все. Что поймать можно в магазине? Ну да. А вот такого карпа можно больше. Соседу вон на дом даже привозит. Хорошо. Тоже одного поймать. Угу. Али написала, она написала, что завтра приедут. Я спросила, говорит, девчонки, когда вы собираетесь домой? Не мам, завтра. Ну ладно, завтра так завтра. Тай, помогаешь папке, а? Да. Ну валяется. Ты валяешься? А коты дома. Ребятишки с ними там. Сегодня текло. Ну, домой затащили. Да, тут я не смотрю. Я посмотрела на месяц. Примерно такая же погода и будет. У нас гости. У нас гости. У нас гости. У нас гости. Здорово. Ах, ты же стеснял. Я Настю позвала, чтобы розыгрыш провести. Ну, вы знаете все. Хотела в воскресенье. Потом думаю, в воскресенье у меня два видео. Сегодня одну, поэтому сегодня решили провести. Я знаю, что я с дочью думаю. Надо написать где-то в сообществе, наверное, что ли, чтобы люди пришли на розыгрыш. Так, я собираюсь жарить мои растрёбки и поставлю сейчас макароны. Ма, что это такое? Они как-то баба сюда снялась. Мы же часто делаем растрёбки. Куриные котлеты. Просто рубленые они, как они там называются. Ох, везде лазит. А как пойдет, так еще хуже будет. Ох, везде будет бегать. Ты будешь везде бегать? Лазить, бегать. Куриные котлеты везде ходили. Ну, вы какие интересницы. Она готовится, чтобы ее водили. Мамка того, 10 месяцев и одна неделя пошла. Федю, не бей. Федю, не бей. Соба, ай-яй-яй. А Тома там сидит, вторую, второй паву собирает. Соба, когда я поспечила. Ай-яй-яй. Когда ее выделывать надо показать, она знает. Она потом сама даже так заказывает. Сейчас Настя чай попьет и девчонок заплетет. Ломаешь. Блин, ты со мной будешь есть? Руки у нее грязные. У меня там и супа, и картошка есть. Не хотят. Ну, блины хоть поедем. Федю чуть соперник включи. Доча сказала, доча разогрейте всю картошку. Я не успеваю жарить. Представляете? Он все перетаскал. Он говорит, папка бедный, голодный. Сейчас тебе разогреют чуть-чуть картошки. Строшка, конечно, получилась не жареная, а немножко как тушеная. Ну, очень вкусно. Видите? Да, я вчера две порции срубал. Ну, а девчонки вечером тоже по две порции себе разогревали. А я, знаешь, как сегодня делала с рыбой. Короче, я отварила ее так. Ну, не прям круглой, да? Вот так, поменьше. И потом, Дима, где-то рецепт нашел. Короче, там растительное масло и еще сливочное добавляется. Картошка? Да. И обжариваешь ее. И она получается внутри вареная, а сверху такой корочкой. Как вот, знаешь, продают картошку по-деревенски она называется. Вот такая вот получается. Ой, надо тоже сделать так же. Тихо, тихо, тихо. Сейчас готовить вообще хорошо. Что-то раз в интернете посмотрел, в том же ТикТоке, всяких разных рецептов. Сейчас, доченька, я вас кормить буду. Хай, не хочешь? Все голубые. Не то, что голубые, просто вкусные растребки. Вот все и таскают. И тут уже нету там. Ну, и тут уже заканчивается. А это меня. Я люблю вот это вот, когда не надо руками лазить. Сырники тоже так же сейчас стала готовить. Ложкой накладываешь и все. Не марается стол, ничего. И дело мы проводить. Прямо эфеев. Да? Девчонки с отцом где-то на улице. Даже не знаю где. Ладно, без них. Вот покрывало, которое мы сейчас будем разыгрывать. Достали. Десять минут осталось, немножко поговорим. Вдруг еще что-нибудь не настроится. Собираются наши гости домой. Прямой эфир провели. И спать у нас не хочет. Баловать столько хочет. Настя хочет, чтобы она поспала. Сегодня у них бассейн. Пять часов. Шесть. Шесть. Угу. Будет купаться, да? Будет, будет. Да. Мы посмотрим, может быть, после Нового года девчонок тоже записать. Чтоб плавать научились. Вот самое главное. Ма, подой? Да. Ничего не забыла? Чего рот открыла? Да. Только пустышку. Угу. Прости, пустышку. Так, где пустышка? Так. Не вижу. Тут Томочка собирала эти. Видите, она тут положила. Ну, пусть так лежит сейчас. А, вот она, пустышка. Вот пустышка, на. На. Все, сейчас деда проводит. Угу. Угу. Саша не приехал. Один там тусуется. Димка должна уже скоро приедать. Привестила. Угу. И нет. Ой, то есть пока. Пока. Идет, 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 идет. Ну, вот можно жилетку тебя снять. Угу. Иди сюда, пойдем покажем, как мы все так и достали. Вот надо уже, Вася, сюда диванчик или стул. Видишь, Насте неудобно. Всем неудобно одеваться. Раз так поставим стулчик. Все. Все. Угу. Смотри. С подножкой. Угу. Только бросайте. Ну, этот мощный какой-то, он железный. Ну. Вон, видишь, раз она остановилась. А на Томкино тоже так же стреляется. На Томкино? На Томкино. Ага. Доча, одевайте без рукавки. Все равно уже ноябрь. Завтра. Сегодня. Сегодня 1 ноября. А, сегодня 1 ноября тем более. Ну, и что? Ну, и что? Ну, и что там альбря. Селфи. Не знаю. Ну, и что она грязная. Поехали. Ну, я покажу. Ну, все, пока, доча. Пока-пока. Ага. Ну, как ездит. Катаясь. Папа, журка. Извините, довязала. Уже сшила. Осталось вот здесь вот пройтись крючком. И вот смотрю я на нее, да, и понимаю, что она будет, она налезет на Томочку. Все нормально. Ну, рукав туговат будет. И воротничок тоже будет. Томми налазит. Ну, как будто как маловато. Вот тут, главное, нормально все. А вот здесь вот я еще сейчас обошью, и все, и ей будет туго. Я, наверное, еще сейчас опять все распущу, и надвяжу, наверное, с той стороны и с этой стороны рядов, наверное, по четыре. И тут вот увеличится, вот на столечко. Короче, так вот очень хорошо, там уже померила, ей нормально, и попочку закрывает, и все. Ну, не нравится мне. Я вязала полностью по выкройке, как блогер, который занимается этим. И маловато. В общем, почти готово. Чуть-чуть увеличила пройму, буквально на четыре рядочка. И вот здесь вот горловинку тоже. Уже горловина осталась чуть-чуть обвязать. И вот здесь вот надо будет тоже немножко отпаривать. Вообще, конечно, я когда вяжу, крючком не обвязываю. Ну, решила тут этот раз обвязать. Видите, тут какой край интересный. Так, ладно, сейчас посмотрим, что там девчонки делают. Они тут и играли, орали, смеялись. Время у нас уже, правда, поздно, полнадцатого. Они у меня уже такие взрослые. Да, дети? Сами чай наливают, сами чего-то тут едят. А там же блины еще есть, не хотите? Подайте мне подушечки. Тоже будешь подушечки? Девчонку достать? Нет. Подушечки здесь делали. А где? А вот она. Сюда. Варенье уже закончилось, молодцы, доели. Крышка же есть. Крышка. А я не знала, где крышка. Вот она отдельно лежит. Вот. Все, сейчас девчонки чай допьют. И пойдут спать ложиться. Да? Угу. Что вы тут как решили? Никто не будет спать в Дорининой комнате? Я буду. Я. Вдвоем? Нет. Я не буду сказку пять раз рассказывать. Ну подумаешь, она один раз только попросит, да? Угу. Мама, я... Не успею сразу. Женщик, спинку держите ровно. Мама, Джей, я в Дориной. То на свет обдевательная в нашей комнате. Нет. Находишь меня, если что, я тебя берегу. Угу. 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 Мама, я скрылку. Ага. У нас зрители многие говорят, что за мода бегать, спать по разным комнатам, по разным кроватям. А нам интересно. Ну вот я тоже думаю, это же дети. Им же все интересно. И там полазить, и там полазить. Конечно, у Дорины они там ничего не трогают. Только Саша сидела за столом, и все. Не разрешаю им там ничего трогать. Я только прибрались у столя у нее. Ну. Бардан и был денег починили. Как починили? Батарейки поменяли. Угу. Понятненько. Это мои шапки ставят. Это электрическая. Блин, ничего деловые. Хотя у нас есть там новые. Так, ладненько. Дорогие мои, всем пока, всем до завтра. Всем пока, пока. Да.